На днях в клубе «Икрас» состоялось выступление ярчайшей серф-группы «Мессер Чубс» главных звезд актуального российского индепендент-лейбла «Солнце Рекорд». Психоделическое шоу, объединившее в этот вечер любителей хорошей музыки, сопровождалось видеоартом, танцами и позитивнейшей атмосферой. Устоять было невозможно. Мы пообщались с виновниками этого безумия, и они поведали нам о своих планах на будущее. «Мессер Чубс» сейчас записала новый альбом, который будет называться «Зомби-шоппинг». Эта пластиночка выйдет в сентябре этого года. Он немножко будет отличаться от предыдущих тем, что мы решили взять живого барабанщика. Барабаном будет Денис Каще, это достаточно известный, легендарный барабанщик питерский, который отметился в группах «Спитфайр», «Скаджас Ревью», «Ленинград». Потом мы собираемся поехать в турне. Это турне будет у нас сентябрьско-октябрьским. Там по Швейцарии, Талии, Австрии, Германии, да, и Франции. Там мы посетим какие-то фестивали, клубы. Собственно, это турне мы хотим приурочить к европейскому ознакомлению людей с нашим новым альбомом. Музыка «Мессер Чубс» очень кинематографична, поэтому мы не могли не поговорить с ними о кинематографе. Периодически покупают именно готовые треки, я думаю, что из нового альбома тоже что-то купят и в рекламу, и туда-сюда. То есть музыка периодически продается, но я практически ничего не пишу специально под разметку, под сюжет, под актера. Хотелось бы написать какую-то песню толстого актера или какую-нибудь девушку. Ну, собственно, я в новом современном кинематографе не вижу характеров, не вижу линий, как бы вот этих, которые могли бы пересечься с моими линиями, как это, резными. И эта система современная, вот, что все пытаются заработать деньги и совершенно перестали интересоваться, как бы, чем-то таким метафизическим. Это меня не то, что пугает, это меня на самом деле веселит, потому что мне кажется, что это все уже давно мертво, и мы даже имеем дело даже не с зомби, а с разложившимся, с разложившимся зомби. За свою историю группа успела издать пластинку на культовом лейбле «Эпикак», владельцем которого является Майк Паттон, бывший фронтмен «Пейтноумо», автор таких проектов, как «Фантомас», «Томагавк», «Мистер Бангл» и еще десятка. Мессер Чубс рассказали нам об отношениях с лейблами. Периодически мы списываемся непосредственно с самим лейблом, где заведует, на самом деле, некий Грег, который ведет, как бы, всю документацию и информирует нас о роете и всякой прочей ерунде, о продажах и так далее. Радует только, что это такой культовый дикий лейбл, и он, конечно, в Европе нас очень прославил, и диск можно встретить в любом магазине, и это, конечно, здорово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова